ну вот тема сегодняшнего занятия там программы представляющие собой суперпозицию функций ну или можно проще заглавить это рекурсия то есть мы сегодня за рамки рекурсии скорее всего не выйдем и нас интересует вообще две концепции основные ночь первое там переменная или же некоторые идентификатор например а ее значение то есть в некоторых система программирования можно присваивать значение обычно во всяких разных математических формах представления алгоритма его рисуют следующим образом то есть пишут название идентификатора и потом какое-нибудь выражение например единицу присвоить вот так как такого символа обычно нету на клавиатуре до его заменяют например вот так то есть а равно единице ты языки там си си плюс плюс там хаскель и тогда это еще самый популярный вариант потому что операция присвоение она наверное одна из самых частых 70-е годы было запретен язык паскаль например там значит это присвоение таким вот образом и вообще 70-е годы были была популярна такая форма напишем паскаль смол ток там угол сейчас на уголе уже ничего не пишут сам вот и опять же касательно вот этой переменной есть здесь два варианта первый вариант вот такого нарисовать наверно с этой стороны да вот так первый вариант это собственно присвоение второй вариант я бы его назвал так ассоциация то есть под присвоением я имею ввиду что может случиться так что где-то там через некоторое время например языке паскаль мы можем этой переменной присвоить другое значение вот в языках типа хаскель например такая деятельность запрещена то есть если мы что-то присваиваем или ассоциирован с переменной да то мы уже поменять уже не можем с этим добавляется там много из этих вот вроде как строгих ограничений там появляется возможности кое-что сделать более элегантно чем это делается обычно вот это первая часть вторая часть развитие понятия переменных собственно функция функция мы как пример рассмотрим функцию несколько функций во первых ну простая функция типа кстати сразу начать написать вариант программу на где возьмем начнем с самого строгого языка смысле математики тот самый хаскель хаскель есть возможность присвоить значение переменной если тут обычно глобальных переменных пытается избегать то есть глобальные переменные это переменные находящиеся вне каких-то структур данных попробуем распечатать доллар шоу а да то есть присвоение здесь работает в смысле ассоциация но скажем языках программирования например вот типового камула да тоже функциональный язык программирования то тут я про то там не помню как печать в окамле вот тут у нас ошибка возникает это конструкция это конструкция let in называется сейчас пробую снова допустить характера из прошеных и стопинт анекспресса с пикта тубе string на тебе надо его представить в виде строки на посмотреть как это делается здесь смотрите в чем собственно особенность то есть лет в окамле да это ассоциация некоторой переменной некоторому выражению да в общем виде и потом задается так называемый скоб английские пространство до пространство имен в котором это это ассоциация но это переменная да проще называть хотя она не переменная на доступна то есть она там существует и вот час на нас ругается что мы не преобразовали значит этот самый аргумент в строку для этого должна быть специальная функция ну вот получилось да то есть оказывается просто print int либо нужно было сначала преобразовать в строку и потом уже печатать соответствующим образом вот ну еще можно парочку языков посмотреть как это здесь делается ну скажем питон в питоне таких вариантов где бы во время трансляции программы проверялось можно было бы запретить присваивать простых нету то есть можно присвоить значение переменной ну два например распечатать print a язык не типизированный поэтому здесь все очень просто ну вариант для языка ac например да язык язык в языке ac нам нужно обязательно сделать функцию main которая будет запускаться операционной системой я в самом сокращенном варианте напишу не совсем правильно ну вот здесь если мы присваиваем единицу мы должны указать тип переменной int ну и распечатать print для того чтобы print нам был доступен нам нужно специально в библиотеку подключить std.io стандартный вот вывод h тут можно еще что-нибудь написать в строке на hello world и тому подобные вещи но нам нужно распечатать целое число со знаком запятая а в конце точка запятой разделяет операторы он пишет invalid syntax а ну это питон да мы распечатали zx run а вот видите единица распечаталась у нас а что здесь происходит мы здесь объявляем переменную a присваиваем единицу ей и потом ее печатаем печать в языке c сделано скажем на примитивном уровне то есть процент и он говорит о том что вот в списке аргументов printf надо в качестве второго аргумента то есть первый аргумент это строка вот эта называется форматной строкой потом идет аргумент это соответствует первому элементу этой форматной строки которая начинается с процента и вот это и как раз означает что вот этот аргумент это целое число то есть получается что в языке c мы тип данного для a задаем два раза и если мы здесь что-то неправильно сделаем напишем например здесь float тогда а неправильно распечатается может даже произойти сбой но как правило язык в смысле транслятор с языка c он эти штуки распознает и говорит что у вас тут есть некоторое несоответствие но тем не менее это не ошибка по умолчанию а предупреждение может быть это специально было потому что язык c это язык системный да тут я кстати вспомнил что ancc по-моему есть const но не уверен здесь он работает нет да работает таким образом так чем там был и со знаком таким образом мы запретили присваивать значение второе то есть происходит 2 а тут уже вызовет ошибку да аргумент freedonly variable то есть переменная только для чтения ну можно еще язык c++ но сильно не отличается ну именно на данном примере ну и можно его как бы сделать именно его stream include и уже сделать более out a endul конец строки endul это константа которая в его stream находится а cout тоже константа которая в его stream находится константа типа выходной поток это вот вот это вот две угловые скобки это на самом деле функция из двух аргументов записано в инфиксном виде то есть когда аргументы по бокам функции находятся сейчас запускаем на декору не в скоп с предназначен для разработки крупных проектов больших где много всяких идентификаторов будем так говорить на ток ну там нашли единица здесь отличие от printf да уже за счет свойства языка вложенных изначально на сам язык изобретателем брайаном страус труху здесь есть собственная реализация вот этого оператора то есть мы можем скобки растаять для большего понимания есть вот это скобка имеет тип типа cout вот а это функция двух аргументов где в первом аргументе стоит этот поток второе нечто имеющие некоторый в данном случае целое число так вот для представления целого числа есть специальная реализация этой функции есть для строк то же самое например можно сделать string 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 например s происходит hello просто и вывести можно пробел вывести вывести s и после нее перевод строки expression cannot be used as function в такой программе тоже можно сделать ошибку то есть получается что вот есть вариант этого оператора для целого числа и есть вариант для простой строки есть вариант для стринга ну вот если правильно написать здесь по классам это должно быть вот так выглядеть то есть у ss это экземпляр класса string и у него есть специальный конструктор который преобразует сишные строки в строке c++ стандарт template library так называемый стандартной библиотеки шаблонов вот а это значит специальный оператор перегружаемый рассчитанный на разные типы данных endel это тоже константа типа string например либо типа вот такого только содержит в себе перевод строки что еще можно показать ну java не буду мне просто лень все идти там писать классы и сейчас rapi а ну пускай можно а правда не знаю насколько он тут begin end с точкой сейчас мы запустим search file или directory иначе кемплендера у нас нету допускали жаль фартран я не помню husky я показал тесно тут есть еще нибудь экзотическое нет тут ну ладно ну как пробуем сейчас как нибудь ну или то там в конце smalltalk если у меня есть я его тоже покажу значит вот возвращаемся к husky так нам тут надо сейчас по памяти восстановить стр вот я взял шаблон то нам нужно сделать функцию например она складывает два числа да то есть два параметра или давайте просто функцию которая добавляет 5 к своему параметру параметра pp обозначь теперь вот мы ее определяем что это такое то есть p плюс 5 вот значит хаскель он занимается тем что одна из фаз трансляции программ состоит в том чтобы определить типы данных ну мы тут можем потом подсказать hold плюс show add 5 например 10 вот по умолчанию максимальный приоритет применение функции в хаскеле это собственно применение функции то есть у нас первым делом применится вот эта вот строка точнее к этой строке putsterlen потом к результату применится применение show add 5 и к результату 10 что в принципе неправильно потом мы должны либо здесь скобки расставить сказать что сначала посчитать сколько будет прибавить к 10 5 так и потом нам нужно здесь скобку поставить еще то есть полученную строку show строку возвращает так добавить к этой строке результат уже показать на экране на вот видите hello world тут можно еще а ну здесь пробел поставить run ну вот haskell предлагает ну вариант попроще управление управление приоритетами то есть этот доллар означает что сначала выполнить вот это а потом приложить вот к этой функции то же самое здесь сначала вычислить вот это а потом приложить к этой функции если тут я все правильно сделал скорее всего неправильно потому что hello world здесь у нас двух аргументный давайте так только оставим ну значит не здесь ошибка ладно это все короче говоря нюансы все надо изучать то есть вот первая функция есть двух аргументных функций например a b равно a плюс b ну и немножко так скажем забегая далеко вперед в функциональных языках программирования можно из функций порождать другие функции скажем функция add5 с одним аргументом а равно n5 то есть эта штука называется carrying специальная операция над функциями то есть мы к этой двух аргументной функции применяем один аргумент в результате получается одна аргументная функция ну то есть который аргумент который ассоциируется вот с этим b и вот когда мы это 5 применяем к десятке это получается что вот мы сюда помещаем вот в самом хаскеле при этом создается функция то есть это не некий процесс передачи значение отсюда куда-то сюда а именно вот эта новая функция создается есть другой вариант еще создание новых функций это суперпозиция но это на самом деле сейчас не самое важное вот давайте определим функцию которая вычисляет факториал да это обычное дело факториал у него один аргумент возьмем да простой вариант равно я конечно его не помню то есть есть вариант непростой он проще я его просто чаще использую то есть case something x off теперь смотрим если у нас 0 x равен 0 возвращаем 1 если 1 возвращаем тоже 1 вот в случае если равно н то тогда мы должны что сделать факториал n точнее n уважаем на факториал n-1 и тут понятно нужны скобки иначе он сначала факториал тен вычислить потом единицу отнимет ну вот я как раз долларом воспользуюсь материал 10 кстати кейс ни разу не использовал сейчас будем ошибки исправлять ну вот я тут исправил поставил знаки кстати мы можем с n попробовать по идее оно должно тоже работать x равно m ну да буду знать что работает ну вот можно в хаскеле по другому записать можно написать так факториал от нуля равно единице давайте факториал штрих я напишу штрих можно в хаскеле использовать как часть идентификатора потому что идентификатор это конструкция ассоциированная с чем-то да и обозначенная ну скажем факториал факториалом от x мы обозначили именно название факториал функцию одноаргументную вычисляющую факториал ну и здесь в примерах выше у нас идентификаторами были переменные не обозначали значение какое-то факториал единицы равно единице следующий факториал штрих от n равно n умножить на факториал интересный вариант подсказки не яросеть где-то работает ну здесь то же самое похоже где-то с умножением значит ну вот то есть этот вариант видите он более такой привлекательный более удобный получается ну и последнее а ну да и то кстати мы сразу же познакомились с феноменом рекурсии то есть функция вычисляющая а тут кстати неправильно штрих надо поставить иначе она запускает вот эту функцию в этом месте математически означает рекуррентное представление да а в информатике и программировании это рекурсивное ну принцип один и тот же то есть если это написать математически то у нас факториал то есть n факториал у нас равно значит если n равно нулю так я уже забыл это пишется да единица если n равно нулю единица если n равно единице то кстати запятые еще пишут и n умноженное на n минус 1 факториал в оставшемся случае ну можно написать конечно дополноты что n больше единицы то есть при n меньше единицы функция не определена получается аналогично можно сделать функцию вычисляющая числа фибоначчи фиб то есть первое число фибоначчи равно единице второе число фибоначчи тоже равно единице единицы n число фибоначчи равно опять я попробую с долларами сделать фибоначчи фибоначчи это будет от n минус 1 а ну тут уже не избавишься от скобки эффектно плюс фибоначчи плюс если еще опять наставим эти скобки минус 2 фибоначчи 10 рам оно получилось вычислилось единственная проблема здесь при вычислении скажем двадцатого числа фибоначчи нам нужно вычислить девятнадцатые и восемнадцатые при вычислении девятнадцатого нужно опять восемнадцатые вычислить то есть получается экспоненциальная сложность экспоненциальная сложность важно не просто функцию реализовать да важно сделать это эффективно в хаскеле вообще циклов нету вот поэтому девяносто девять процентов всех циклов они фактически представляют собой рекурсивной функцией вот но есть так называемая списковая структура list comprehension но мы их будем потом проходить сейчас я скопирую этот сайт чтобы всю эту прелесть которую мы здесь напрограммировали она у нас осталась ну то же самое в языке c да здесь хаскель язык строгой типизации то есть он здесь исходя из аргументов и используемых операций и возвращаемых значений может вывести тип возвращаемого значения функции ну на самом деле его можно таким вот образом представить как пример да тип обозначает двойной двойным двоеточием и названием типа скажем int да int вот fib у нас что делает он int значит первый это первый аргумент а вот этот второй int это как раз возвращаемое значение да в режиме командной строки называется репл read evaluate print репл там можно заказать у хаскеля чтобы он вывел тип некоторого значения он кстати тут давайте тип поменять например на float посмотреть как кстати поменяется работа программы видите тут уже 55 0 выдается то есть число с плавающей запятой ну вот теперь то же самое делаем все будем с целыми числами работать вот int фракториал на нем параметры int что у нас там был n по-моему открывающая скобка все-таки между скобками находится блок кода если если из таких конструкций как в хаскеле в си нету он не для этого так скажем разрабатывался это язык системного программирования на нем ядра операционных систем пишут драйверы прошивки для микроконтроллеров значит если n равно равно нулю это комментарий то есть n равно нулю это присвоение assign присвоение по-английски вот n равно равно нулю это сравнение если n n is equal to zero да и там equals zero кто на чаве программирует значит это синтаксически и семантически корректная конструкция если мы здесь убираем вторую равно но она работает по-другому то есть ее смысл меняется сначала n и потом так как присвоение в языке си является операцией то есть она возвращает присваиваемое значение то есть это функция операция это частный случай функции и получается что if будет сравнивать ноль с нулем а это ложное значение в смысле ноль будет сравнивать с единицей получается ложь тогда то что здесь в скобках оно не будет выполняться return 1 это неправильная программа но обычно компиляторы си обращают внимание на то что присвоения делаются внутри операторов типа if другой вариант то есть если у нас равно то единицы заговаривать уже так return 1 так же else я думаю смысл этих всех вам наверно понятен да return получается n умножить на факториал факториал n в конце всех операторов кроме if кейсов подобных c ставится . здесь тоже можно поставить но она ничего не значит здесь choose your language hello world что мы там целый число печатаем факториал можно здесь написать n написать int n равно 10 можно написать const потому что мы ее не меняем то есть это все вообще говоря чем больше ограничений часто момент лист вы пишите на вашу переменную тем проще вам будет бороться с ошибками на тень толп почему-то все почему не увидел то run print world и ошибок не вывел что такое а может быть это перевод строки ему нужно сделать чтобы он на экран нет что-то не работает раненько как-то ну давай это так что все вот я скопировал записал программу в локальный файл я ее компилирую кирую его в запускаемый модуль ошибка не знаю куда некоторые кстати компиляторы автоматом std его вставляют сейчас правда так уже не принято по стандарту что здесь произошло программа дала сбой сейчас мы будем отлаживать командной строке здесь так очень очень крутой отладчик он работает только в командной строке hello run будем загружать символы ну давай загрузим вот он запустил и показал где произошел сбой что здесь произошло программа неправильно оперирует с оперативной памятью вот в результате то есть что значит неправильно то есть есть кусок в которой была произведена запись информации а туда писать нельзя либо чтение написано error reading variable cannot access memory адрес мы не можем получить информацию по этому адресу в третьей строке нашей программы вот она третья строка нашей программы .int довольно странно что тут вообще может произойти некоторые ошибки при программировании находятся во время исполнения программы уже то есть вот с точки зрения синтаксиса и семантики ну семантик какой ну на уровне этих элементарных операций да программа написана правильно да неправильно было у нас с точки зрения вычисления факториала да то есть с точки зрения математической модели получается вот если мы здесь минус единицу убираем да то значение у нас не меняется от запуска к запуску то получается что стек заполняющийся промежуточными значениями у нас постоянно заполнялся и в конце концов память израсходовалась полностью и это привело к невозможности создания новой ячейки в стеке а это в свою очередь привело к запрету ну то есть к этой самой исключительной ситуации сейчас она правильно работает ну не знаю GCC в смысле C++ не буду показывать она будет отличаться только вот этой частью си еще важный момент есть в компилируемых языках ну похожих на си на паскаль важно где мы размещаем вот эту переменную на паскаль что привычка если мы разместим внутри main то это локальные перемены внутри функции это main и факториал это функции с точки зрения компилятора языка они ничем особо не отличаются единственное что main запускается специальным загрузчиком в процессе то есть запускается внутренним загрузчиком исполняемого модуля hello вот именно название main обязательно должно быть в конечном проекте так вот создание переменной глобальной да то есть вне какой-либо функции внутри функции вообще говоря влияет на размещение этой переменной то есть если мы вот здесь кстати тоже будет правильная программа тоже очень важный момент на который надо обратить внимание ну еще один важный момент вы видите отрицательное число получил ее это переполнение числа то есть у нас целое число сколько оно байт занимает сейчас таки узнаем size of n процент d процент d это печать целого без знакового числа 4 байта 4 байта то есть 4gd 8 что это получается 32 то есть 32 бита данный вариант компилятора поддерживает то есть факториал числа 20 больше чем 4 миллиарда происходит переполнение почему числа почему число отрицательное ну это к вопросу о том как число представляется если вам это важно я могу отдельную лекцию по типам данных сделать тут еще интересно значит факториал вычислился при n равном 20 то есть переменная который мы ввели внутри функции да она скрыла сопои переменную вот эту вот глобальную переменную здесь еще закомментируем и перезапустим программу даже будет правильно работать но тут что-то мы выругались long unsigned int да выругаясь что число у нас длинное а мы печатаем как короткое число теперь мы его удовлетворили так вот место положения этой переменной то есть внутри функции или глобальной оно влияет на структуру этого самого модуля и плюс еще область видимости скажем main ну давайте вот как-то m обозначим то есть в main не видно в данном случае m и n а факториал факториалу будет доступна m когда она будет запущена то есть как будто бы мы ее вот сюда поставим ну здесь мы ее правда не используем если мы здесь бы n написали да кстати тоже вариант ладно ну какой вариант то есть это вот n и вот это n это разные вещи то есть внутри факториала вот это n получается не видно потому что скрыто за n это n еще называется формальным параметром если я ничего не путаю функции факториал или локальным параметром формальным это по-моему то что передали ему ну этой терминологией уже давно никто не пользуется просто говорят что мы применяем функцию факториал к значению переменной n в данном случае а это n это параметр функции просто параметр то есть в советских учебниках у нас пригоря много об этом говорилось есть локальные параметры ну локальные это внутри которые находятся вот он еще один локальный параметр обскрывать будет n кстати она по-моему тоже скомпилируется но работать уже не будет все все есть вариант синтекса вот такой вот на тут он работает или нет намного слишком параметров можно сделать но им давно уже никто не пользуется да работает старый стиль по формированию а вот так все интересно будет работать нет то есть вот такая форма когда мы в любом месте можем блока вводить переменную в языке c это стандарт 90 года вот не работает ну да все еще по умолчанию если мы тип данных забыли указать целое число но при этом она показывает ругается эти дефолтсто инт кицы ц опять ошибка сегментирования чтобы кстати отлазчиком пользоваться нужно компилировать с параметром включить отладочную информацию ура теперь у нас в семнадцатой строке происходит фактериал от m bt m равно 9 ну а тут понятно тоже собственно в чем проблема какой-то аниме есть хотя вообще-то не очевидно n равно 0 n фактериал от m минус 1 ну да ну мы же то есть m у нас не меняется параметр не меняется то есть он передается а мы все равно потом десятку используем вот видите то есть программа не работает да причем она даже выпадает в осадок все из-за того что мы здесь переменную неправильно поставили так компилируем запускаем hello работает тоже 4 байта int у нас размер имеет диапазон значений для int это в языке c зависит от разрядности процесса и от архитектуры на которую компилятор собственно генерирует исполняемый код питон начнем функции определяется при помощи команды def ну или декларации можно так сказать то есть команда от декларации отличается на таком на философском уровне да ну правда можно выделить всегда конкретно команды вот скажем print запуск функции но по сути это команда то есть питоновский интерпретатор просто идет сверху вниз находит структуру и их запускает вот def она по идее определяет функцию факториал параметр n ну тут можно указать int по идее но обычно никто этого сейчас не делает это причем в самом процессе выполнения программы типы данных не контролируются они нужны только для системы программирования если она поддерживает трансляцию синтексиса вашей программы и она может проверять на что-то в принципе можно игнорировать их то есть факториал если n тут так же как в c равно 0 ну в смысле равенство проверить равно равно то return 1 но есть такая конструкция сокращенная лиф сокращенная 1 else сейчас опять забуду да n умноженное на реал н минус единица факториала 10 получили число мы здесь можем бактериал 20 вычислить без проблем потому что в python е размер целого числа он динамический если мы здесь 200 поставим то мы не сможем дождаться результата вычислений скорее всего на каждом шаге нам все больше и больше чисел нужно умножать в битов опять оставим не будем машину мучить то есть Python чем удобен на нем очень быстро писать прототипы программ но исполняется он значительно медленнее есть другая форма представления функциональная это у нас императивная то есть если n равно 0 первая команда как бы проверь n на 0 если получилось правда да истинно то тогда верни единицу в качестве значения факториала хотят еще такую можно функцию сделать print например hello c присваиваю возвращаемое значение из а и печатаю c и он почему-то нам его не печатает и hello почему-то не запускается что очень интересно так здесь комментарии шапки но странно ну вот видите есть специальная константа но она возвращается функции которые ничего не возвращают но то есть если вот процесс выполнения нашей функции дошел вот до этого места тут надо вот print распечатать hello вот этот потом доходит до суда где конец функции и по умолчанию возвращает но он то есть процедуры то есть функция не возвращающая значение в python это функции возвращающие значение но просто это надо знать забавно интересно может мы там что-то сломали внутри интерпретатора да наш факториал работает скажем факториал от n представим функциональный вариант так стоп print return возвращаем 1 если тут немного вывернутый синтаксис если n равно 0 else 1 если кстати синтаксис не очень удобен главное если n равно единицы если n равно единицы else n умноженное на факториал 1 t n минус 1 надеюсь ты правильно все запрограммировал да работает ну то есть возвратить единицу если н равно 0 иначе единицу если n равно единицы иначе n на факториал тминус 1 в данном случае вот этот if представляет собой некий аналог функции это все функция и вот это тоже функция получается иногда удобно там например ну какие-то очень простые значения си кстати такая штука тоже есть не знаю получится у меня все или нет сделать int факториал 1 для ясности просто я функцию сделаю и тюрьм только тут набор сначала n равно нулю вопросительный знак это трехаргументные функции у них называется 1 1 и 1 второй вариант откроем скобку он видит для ясности n равно единице вопросительный знак единица двоеточие точие фатериал от единицы t-1 t-1 умноженное на n то еще в а ну тут у нас нет такого примера точку с запятой забыл любимые точки с запятой ну работает а ведь то есть тоже вариант немножко другой это по-моему просто называется трехаргументные отношения потому что других трехаргументных отношений в синтаксической структуре языка c и c++ ну и тому подобное да java c-sharp нету так что тут еще можно вот я запустил фарас его дефолтным имиджем по умолчанию который имидж я отдельно разархивировал его надо найти в подпапке если вдруг захотите посмотреть эту диковинку здесь вот это просто окно с содержанием хелпа в чем такой общий вид тут можно перейти даже к туториалу где-то он тут есть в виде напора экранов score of our environment и тому подобные вещи значит это а ttf backend failed ошибка при запуске у него своя собственная оконная система и все оконные системы существующие да так или иначе ну те которые приняты в windows там макосы да они вообще являются наследниками вот этого проекта small talk help out то есть 75 год разработка чисто объектно-ориентированного языка объектно-ориентированного программирования в полу-алто лаборатории потом туда приходят стив джобс и возняк видят эту диковинку и говорят что вот это нам нужно адаптировать у них были некоторые споры по поводу в том числе в том числе по поводу авторских прав но лаборатория xerox признала признала что у них нет никаких ресурсов на коммерциализацию их разработок в том числе лазерного принтера мышки это все они изобрели значит здесь менюха есть ну понятно настройки всякие разные нам нужно первых транскрипт это выходной поток на нем можно что-нибудь писать и playground playground ground номер 10 print on transcript транскрипт странно почему он не видит его среди переменных undefined object do it транскрипт not defined undefined transcript о теперь он его нашел print on не понимает integer да строго в общем все я правильно делал оказалось что они просто в буфер все это проникает запустить еще раз видите hello world и там оставалась она в этом буфере ну то есть язык чисто объектно-ориентированного программирования работает он очень здорово вообще классная штука я даже считаю много лучших современных систем программирования включая c-sharp и java там и тому подобные вещи у него собственный есть интерпретатор байт кода и почему можно так утверждать что это классная вещь хотя бы потому что интерпретатор в dotnet м сил написал тот же самый ученый ну под его руководством который писал интерпретатор для smalltalk 80 месяц то есть проекты с 50-го года еще я как-то сравнивал smalltalk с пайтоном работает smalltalk намного быстрее я правда довольно крутую штуку смотрел назывался компанией object share dolphin smalltalk в виндовой но вот я бы на нем программировал если бы у него была нормальная система пакетов ну и понятно что достаточное количество пакетов которые можно было бы использовать вот поэтому в этом смысле конечно рулит поэтому он прокачанный что ли получается в общем как есть определить функции значит функции здесь нет то есть это у нас объектно-ориентированное программирование нам нужно сделать собственный класс так где у нас тут класс систем браузер вот это помню да да здесь у нас находится семейство классов например можем ast core взять и вот куча-куча-куча классов которые друг от друга там всякое наследует значит процесс наследования вот здесь вот таким вот образом делается например я хочу сделать что-нибудь свое и для этого мне нужно какой-нибудь coin найти что ли или систем в общем нужно унаследовать от объекта цинк так как я вот им сейчас не умею нормально пользоваться scope а ну это для одного да packages иерархический а и алгоритмы на графах вот смотрите есть афины и слайд сейчас я приостановлю пока мы не закопали здесь в окнах мы создадим наш новый а это еще протообжект есть создать новый объект как создать новый объект new tag new class tag in kernel ну давай my program назовем смотрите здесь в принципе питон питоновская конструкция получается то есть my program она является то есть мы от объекта создаем субкласс my class шарпа начинается строка но она потом помещается в словарь символов и ей в соответствии ставится число то есть это некий идентификатор здесь локальные переменные instance variable name для нашего на наших экземплярах мы наверное пишем класс variable name это переменная общая для класса package ну это где он расположен да еще был pool dictionary есть тут dictionary а такого запроса нет а такого нет маленько другой диалект включается в общем прикол такой что здесь при создании класса можно было сделать себе специальный набор констант из словаря некоторых можно дует снова выполнить так где наш метакласс опять его потеряем куда делся мой класс опять finder так как классов много нужно комментарии тут писать тоггл edit класс demonstrating что там functioning функционировали что там ctrl s работает аааа это что можно имя ввести ну да прям приключения ну вот получилось my class включите можно даже e-mail нарисовать instance метода вот здесь можно создать метод метод instance метод экземпляра hello hello комментарий prince hello hello комментарий prince hello message тип и спереди добавляется артикль так ну scope я здесь не буду это временные переменные ну tmp можно назвать и добавить еще на каком в какой поток стрим ну транскрипт это экземпляр потока то есть печатаем строку на стриме при этом хлопни добавим tmp присвоим видите присвоение есть строки у нас одинарные кавычки исключительно hello но да плюс работает стринг точка это вот мы выражение написали смотоки да вот еще второе что немножко подвешивает все двух аргументные сообщения вот плюс это сообщение с двумя аргументами у них нет незаданной приоритеты если написать номер 1 плюс 2 умножить на 3 это будет 1 плюс 2 умноженное на 3 но это тоже можно потерпеть так hello стринг теперь нужно распечатать стрим стрим show стрим show темпы точка ну и поедина что-то вернуть обязательно вернем и все что-то неправильно так вообще первоначально это была стрелка вверх типа как return но так как стрелки вверх нигде нету и заменяют вот эту крышечку все я контрлс unsatisfied all methods should be put протокону да у нас есть внутренняя переменная name и по идее не хватает для нее геттеров и сеттеров то есть все поля внутри смолтоковского экземпляра являются приватными то есть все но для них можно сделать паблик методы не паблик методов у него не бывает создать новый инстант сайт my класс object а ну там hello да все окей hello no да он control s теперь надо удалить римов control x все не знаю этот control z работает или нет скорее всего работает так теперь зададим новый метод который возвращает name name пишем returns name это комментарий да есть просто возвращаем name локально да control z ведь он появился сбоку вот здесь теперь сделаем сеттер string name присвоить string возвращаем точку забыл конец фразы иногда последовательность посылок в строчку в одной выглядит прямо как английское предложение так вот я пробовал все это запустить то есть нам нужно задать сейчас экземпляр нашего класса пускай она буква называется присвоим по умолчанию конструктор с ней конструирование экземпляра осуществляется при помощи метода класса new называется то есть берем наш класс my класс my класс new . а и запускаем что у нас там было то hello он да hello теперь строка например джон он транскрипт транскрипт сейчас не знаю помнишься или нет коллекция 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 сайта до ночь это где ну вот удалось нам наисправлять эту программу то есть у нас выражение сравнения с нулем получается истинная или ложь потом если истинное значение то выполняем вот этот блок а из него возвращаем если ложное то вот этот блок ну и здесь у нас как раз рекурсия происходит то есть мы тут еще скобки расставили этот self умножаем сначала вызываем факториал вычисляем от n-1 самому к себе вызов делаем да сообщение то есть посылаем результат умножаем это будет результат запуска нашего сообщения ну и потом вычисление нашего факториала если его показать на экране получается вот то самое число можно на транскрипт его опять распечатать попробовать если он нам даст это эффективно сделать транскрипт что тут по-моему кстати неважно точка cr tweet variable or expression expected ну вот он показал на экране так что к чему в общем я это все вам тут показывал да то есть функции переменные да на этом мы здесь ограничились то есть ничего пока с циклами ничего не было ну правда были if и им подобные структуры вот например здесь это неф на самом деле это вызов метода if true и false с двумя параметрами то есть от один блок параметр от второй блок параметр то есть один либо тот либо другой запускается в зависимости от того к какому объекту мы делаем то есть посылаем сообщение то есть не всегда объектно-ориентированное программирование является скажем универсальным методом для реализации любой задачи то есть мы можем какие-нибудь простые задачи оставаясь в рамках там языка даже функционального программирования решить без использования циклов вот то есть надо внимательно смотреть чего значит к чему задачи какие собственно элементы нужно реализовать язык синий такой страшный как обычно там про него что говорят нужно аккуратно просто действовать вот с этими конструкциями значит правильно имена где задавать кстати да заменим правильное значение запускаем его главное преимущество в том что если там оптимизация включить второго третьего уровня третьем уровне даже распараллеливание настроение параллельных схем некоторых кусков алгоритма на основе табличных регистров осуществляется автоматически на уровне O2 генерируется вполне кстати быстро работающий код я не помню вам это не показывал но вы можете у меня на канале найти примеры как раз разбора как производится компилирование но на скидку но на скидку когда вы скажем какую-то гипотезу проверяете то есть можно первый вариант программы реализовать на Python потому что он достаточно компактный то есть в отличии от хаскеля да который ограничивает все ну фактически значениями функциями и так называемыми монадами то есть все работы с файлами там с какими-то структурами которые подразумевается изменение состояния там переприсвоение значений в каком-то смысле они вот в этих монадах скрываются то есть их еще нужно освоить я например еще до сих пор не освоил но тем не менее вот очень очень удобен и удобный язык если функции на нем писать вот есть книжка этот мифический человекомесяц суть то есть ее упоминают когда рассматривают вопрос сколько времени нам потребуется для реализации некоторого проекта и суть книжки заключается в том что в инженерии программного обеспечения прогнозировать что-либо очень трудно и в связи с этим следует рассматривать некоторые варианты развития проекта первые первый вариант значит вы создаете некоторый прототип системы и этот прототип с вероятностью 99 процентов вы выбросите то есть создавая этот прототип вы получите скажем некоторый опыт и информацию и главное понимание того как реально нужно создавать вашу программу вот а вторую версию уже следует разрабатывать на основе узнаний полученных и опыта прототипа ну на языке который ну должен более-менее производительно собственно эту задачу решить вот это первый вариант второй вариант если кошка не надо мне портить второй вариант если в среде на рынке уже есть реализация требуемой задачи то имеет смысл ее просто купить вот это второй вариант один из основных вот так что на этом я думаю закончить если вам будет интересно интересно